добрый день ребята сегодня у нас с вами разбор самостоятельной работы по теме климата с вами филобок анатолий анатольевич так поехали первый вопрос какой из перечисленных городов россии расположен в области муссонного климата умеренного климатического пояса правильный ответ владивосток как вы видите перед вами карта климатическая российской федерации и в умеренном поясе у нас несколько областей это область умеренного континентального климата область континентального климата область резко континентального и область муссонного климата также часть морского мусонный климат у нас только на дальнем востоке укажите главные климатообразующие факторы вот перед вами был список из шести пунктов три из которых являются верными это и рельеф который влияет на климат частности орография горы которые либо задерживают воздушные массы либо если равнина они не препятствуют прохождению воздушных масс удаленность от океана немаловажное значение особенно до российской федерации и конечно же деятельность человека оказывает определенное воздействие и планетарные факторы перед вами это и уровень солнечной радиации циркуляция воздушных масс и влагооборота также движение земли вокруг солнца вокруг своей оси все эти факторы оказывают воздействие на климат но прежде всего конечно и широта местности вот в частности перед вами удаленность от океана чем у нас ближе к океану тем у нас осадков как правило больше ну за исключением тех территорий где у нас есть холодные течения холодные течения наоборот способствует тому что выпадает меньшее количество осадка не сформировались даже в африке и южной америке береговые пустыни деятельность человека это прежде всего что сжигание углеводородов вырубка лесу лесные пожары свалки и прочее и здесь вот на схеме представлено движение воздушных масс и процессы испарения которые происходят и способствуют изменению климатических характеристик следующее надо было выбрать субъект российской федерации в пределах которого имеются территории с субтропическим климатом конечно же это краснодарский край нигде в россии больше нет этого кусочка субтропического климата краснодарском крае это территория от анапы до границы с абхазией вот пожалуйста карта климатических зон и поясов россии следующий вопрос для какого климата характерно избыточное увлажнение так коэффициент увлажнение это отношение годового количества осадков годовой величине испаряемости то есть вот по формуле на определяем осадки на испаряем если этот коэффициент больше единицы то что увлажнение избыточное да если равен единице то достаточное и если меньше единицы то недостаточное и если совсем мало ниже 0,5 то засушливая территория в данном случае ответ у нас субарктический потому что вы видите рисунок у нас осадки и испаряемость вычисляем по формуле получается что у нас в субарктическом климате больше единицы то есть характерно избыточное увлажнение для данной территории укажите климатический пояс отсутствующий на территории россии конечно же это тропический тропического пояса у нас нет следующее задание на рисунке были показаны в веке климатограммы составленные для городов x и z расположенных в европе примерно на одинаковой широте и на одинаковой высоте на уровне моря необходимо определить какой из этих городов расположен восточный и для обоснования ответа нужно было привести два доллара восточный расположен город x так как в городе x выпадает меньше атмосферных осадков а в городе x более холодные зимы то есть нарастает континентальность больше годовая амплитуда температур воздуха вот я вам напомню что в европе на большей части территории европы господствует западный перенос воздушных масс а в атлантике у нас течение теплое гольф стрим и его ответвление теплое северо-восточное течение которое способствует формированию таких мягких зим обильного количества осадков и это влияние распространяется и на европейскую часть территории нашей страны вплоть до уральских гор а потом постепенно влияние теплое влияние атлантики снижается естественно нарастает континентальность климата все эти характеристики а большее количество осадков в климатограмме z указывает на то что пункт расположен ближе к океану то есть западе восточной в точке x температура зимы ниже а лето выше что указывает на большую континентальность климата то есть большую чем у пункта z удаленность от океана или другими словами восточную посмотрите на карте представлены температуры июля и января для пунктов например от калининграда до петропавловска камчатского посмотрите как уменьшается среднегодовое количество осадков и как увеличивается амплитуда температуры то есть максимальное значение для лето и зимы посчитайте коэффициент увлажнения для каждого населенного пункта и впишите в таблицу ответы вот перед вами была таблица вам нужно было посчитать коэффициент увлажнения это вы уже умеете делать вначале мы с вами разбираем так посмотрите в астрахани самый низкий коэффициент увлажнения море море самый высокий при том что осадков не так уж и много выпадает море море всего лишь 420 вот это расчеты которые вы должны были сделать потренируйтесь еще на других примерах эти задания очень часто встречаются олимпиадных вопросах заданиях егэ по географии о каком типе климата идет речь в предложении ниже тип климата характеризующийся стабильно жарким летом стабильно морозной зимой и малым количеством осадка конечно же это континентальный клим в качестве примера климатограмма москвы приведена следующее задание необходимо было соотнести понятия определенно здесь уже правильные ответы и так мусон это ветер два раза в год меняющий свое направление на противоположных вот это явление представлена у нас на дальнем востоке мы видим дальнего востока мусонный тип климата и соответствующий по названию ветра коэффициент увлажнения отношения годовой суммы осадков к испаряемости за год мы уже рассчитывать с вами научились атмосферный фронт это зона граница соприкосновения двух воздушных масс с разными свойствами следующая континентальность климата это характеристика климата с большой амплитудой температур и малым количеством осадков изотермы это линии на климатической карте соединяющие территории с одинаковыми показателями температуры у линии таких изобары это линии соединяющие территории с одинаковым показателем давления например из-за гипса и осадки и так далее радиационный баланс это разница между количеством солнечной радиации достигшей поверхности земли и ее потерями на излучении отражения и синаптическая карта это изображение состояния погоды условными знаками на короткий период времени кстати очень часто сейчас стали добавлять задания олимпиадные задания и синаптические карты поэтому посмотрите их ознакомьтесь они и в атласах и в учебниках ну на этом у меня все до свидания поэтому ваше время и ваше время и ваше время и Продолжение следует...